всем привет мы начинаем с вами вязать салфетку крючком моя салфетка еще не довязана вот на каком этапе я сейчас нахожусь но мы с вами обязательно довяжем и уже сейчас можно сказать что салфетка будет большой больше 50 сантиметров в диаметре когда салфетку мы с вами довяжем я обязательно точный расход пряжи и точный диаметр салфетки напишу в описании к видео итак вот схема по которой мы будем вязать салфетку всем рекомендую распечатать а для этого я и выложу в альбомы схемы к видео в группах вконтакте и одноклассники ссылки как всегда в описании видео я буду вязать салфетку из пехорки успешной в 50 граммах данного мотка 220 метров примерно на салфетку уйдет 3 мотка данной пряжи вот я запаслась тремя мотками а сколько уже уйдет точно я вам потом напишу обязательно в описании к видео ну и к данной пряжи я подобрала крючок на полтора миллиметра это вот такой крючок с алиэкспресс с бамбуковой ручкой так давайте начнем вязать будем вязать мы серединке и каждый ряд по кругу против часовой стрелки провязывать как вязать каждый ряд я вам покажу все постараюсь объяснить подробно итак вяжем первый ряд для начала мы набираем 8 воздушных петель замыкаем их в кольцо и в первом ряду у нас 24 столбика с накидом и так делаем первую рабочую петлю и набираем 8 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 8 готово теперь набранную цепочку замыкаем в кольцо заводим крючок в самую первую петлю и соединяем соединительной петлей все готово теперь вяжем столбики вместо первого столбика делаем 3 воздушные петли подъема всего как я сказала у нас 24 столбика с накидом провязываем через кольцо 3 воздушные петли подъема считаются как 1 столбик с накидом провязав 3 воздушные петли подъема нам остается 23 столбика с накидом очень важно тут не ошибиться и в конце обязательно пересчитайте количество ваших столбиков от их количество зависит наша салфетка так провязываем через кольцо 24 столбика с накидом также в процессе вязания мы можем сразу заправить наш кончик посмотрите вот он кончик чтобы его потом не заправлять мы просто можем положить его поверх цепочки из воздушных петель поверх нашего колечка и вместе с ним обвязывать кольцо столбиками с накидом вот кончик зафиксируем пальчиком держим и вместе с ним провязываем таким образом нам потом не нужно будет с вами заправлять кончики итак довязываем ряд до конца итак ряд у меня довязан наша задача сейчас закончить ряд замкнуть заводим крючок в третью воздушную петлю подъема 1 2 3 вот она третья воздушная петля подъема и соединяем все, первый ряд готов приступаем ко второму ряду итак второй ряд посмотрите вот наш второй ряд тут в каждый столбик с накидом предыдущего ряда мы будем вязать по одному столбику с накидом и между столбиками у нас по одной воздушной петле ряд простой вместо первого столбика делаем 3 воздушные петли подъема далее одну воздушную петлю, которая у нас находится между столбиками накид и, начиная со второй петли, заводим крючок за обе стенки и провязываем столбик с накидом одна воздушная петля снова накид заводим крючок в третью петлю и провязываем столбик с накидом одна воздушная петля итак довязываем весь ряд до конца столбик с накидом воздушная петля столбик с накидом воздушная петля напоминаю, что мы вяжем в каждую петлю предыдущего ряда в каждый столбик предыдущего ряда мы вяжем по одному столбику с накидом просто между столбиками не забываем провязывать по одной воздушной петли столбик с накидом воздушная петля поглядите что должно у вас получиться еще раз столбик с накидом и воздушные петли довязываем ряд так до конца а как его закончить я как всегда покажу итак ряд у нас готов вот что получилось не забываем в конце после столбика с накидом делать одну воздушную петлю вот она теперь находим 1 2 3 третью воздушную петлю подъема четвертая воздушная петля должна остаться свободной еще раз 1 2 3 заводим крючок в третью воздушную петлю подъема и соединяем итак вяжем третий ряд он у нас состоит из пышных столбиков и двух воздушных петель пышные столбики вяжем только под воздушными петлями предыдущего ряда ну а пышный столбик можно вязать как из трех столбиков так и из двух я буду вязать пышный столбик из двух столбиков сейчас покажу как я уже сказала вяжем только под воздушными петлями а именно тут, тут и тут петли где столбики с накидом мы будем пропускать для начала переводим крючок под воздушную петлю и теперь вяжем первый пышный столбик 2 воздушные петли подъема накид заводим крючок под эту же воздушную петлю вяжем только накид из двух петель делаем одну все, пышный столбик готов 2 воздушные петли второй пышный столбик вяжем под следующей воздушной петлей накид заводим крючок под воздушную петлю и вяжем накид еще один накид заводим под воздушную петлю крючок вяжем накид на крючке 3 петли из них делаем одну 2 воздушные петли 1, 2 и так вяжем далее заводим крючок под воздушную петлю вяжем накид снова делаем накид вяжем второй накид из трех петель делаем одну 2 воздушные петли 1 2 свяжем еще раз накид вяжем 1 накид вяжем 2 накид из 3 петель делаем 1 2 воздушные петли 1 2 не забывайте, что вяжем мы только под воздушными петлями те петли, где у нас столбики с накидом в предыдущем ряду мы просто эти петли пропускаем и, как я уже сказала пышные столбики у нас могут быть как из 3 столбиков, так и из 2 разницы тут особой нету выбор ваш делать более пышные столбики или менее, как у меня после пышного столбика 2 воздушные петли 1 2 ну и все довязываем так ряд до конца как его закончить, я снова сейчас покажу итак, ряд у меня почти готов после пышного столбика нужно связать еще 2 воздушные петли 1 2 теперь заводим крючок в вершинку пышного столбика так, чтобы 2 воздушные петли у нас остались нетронутыми заводим крючок в вершинку и с ней соединяем все, ряд готов приступаем к новому ряду итак, четвертый ряд а четвертый ряд у нас простой и без прибавлений там, где у нас были пышные столбики, вершинку каждого пышного столбика вяжем по одному столбику с накидом между столбиками с накидом у нас по 2 воздушные петли ничего сложного давайте свяжем этот ряд вместо первого столбика мы делаем 3 воздушные петли подъема 1 2 3 далее 2 воздушные петли 1 2 накид вершинку каждого столбика мы вяжем по одному столбику с накидом вот столбик с накидом 2 воздушные петли 1 2 снова вершинку следующего пышного столбика вяжем столбик с накидом и 2 воздушные петли 1 2 накид столбик с накидом 2 воздушные петли 1 2 вот такой простой ряд вяжем только вершинку столбика, пышного столбика предыдущего ряда столбик с накидом 2 воздушные петли столбик с накидом 2 воздушные петли ну и продолжаем так вязать до конца ряда итак ряд у меня закончен, осталось только соединить находим 1 2 3 третью воздушную петлю подъема и с ней соединяем 2 воздушные петли остались у нас нетронутыми и сейчас обратите внимание, что ряд немножко стал заворачиваться поглядите, как чашечка не бойтесь, дальше это все исправится у нас пятый ряд итак, начинаем вязать пятый ряд он у нас уже с прибавлениями и в каждый столбик с накидом предыдущего ряда мы будем вязать по два столбика с двумя накидами между столбиками с двумя накидами у нас 2 воздушные петли два столбика с двумя накидами 2 воздушные петли ну что, давайте приступим вместо первого столбика с двумя накидами 4 воздушные петли 1 2 3 4 так связали накид еще накид два накида на крючок заводим крючок в эту же петлю и провязываем столбик с двумя накидами готово 2 воздушные петли 1 2 теперь в вершинку следующего столбика вяжем 2 столбика с двумя накидами провязываем 1 и 2 накид довязываем столбик с двумя накидами снова 2 накида на крючок и в эту же петлю вяжем второй столбик с двумя накидами 1 2 готово 2 воздушные петли снова делаем 2 накида на крючок и в вершинку следующего столбика вяжем столбик с двумя накидами так 2 накида на крючок и вяжем второй столбик с двумя накидами готово готово 2 воздушные петли наша задача теперь просто повторять 2 столбика с двумя накидами 2 воздушные петли и так провязываем 1 столбик с двумя накидами тут же провязываем второй столбик с двумя накидами так и 2 воздушные петли снова 2 накида на крючок провязываем первый столбик с двумя накидами второй столбик с двумя накидами 1 2 и 2 воздушные петли так поглядите 1 2 ну и все довяжите ряд так до конца вот что должно у нас получиться теперь наша задача закончить ряд 2 воздушные петли после столбиков я связала находим 1 2 3 4 четвертую воздушную петлю подъема и именно с ней соединяем все ряд готов а уже в следующем видео мы с вами продолжим вязать я постараюсь почаще выкладывать видео чтобы мы с вами побыстрее связали салфетку спасибо что вяжете вместе со мной увидимся с вами в новым видео пока 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 Продолжение следует...